Приветствую вас и то, что наркотики, любые наркотики приводят к изменению человеческого сознания и влияют на целостность личности, на целостность я, факт довольно давно и достаточно полно доказан. То есть, у вашего мужчины, безусловно, были какие-то и раньше склонности. Эти склонности, они имели место быть, но имели место быть не так ярко, как, например, это происходит сейчас. Наркотики сделали, главное, они усилили этот процесс. Они усилили то, что у мужчины было всегда. И теперь он действительно считает так, как он считает. Дело здесь не наркотиков. Дело в том, что наркотики изменили сознание вашего мужчины таким образом, что он стал по-другому воспринимать и себя, и вас. И хорошо это или плохо мы сейчас говорить не будем, это не имеет никакого смысла. Факт, однозначный факт в том, что это есть. И как бы он, этот факт совершенно очевиден. Совершенно очевиден. Далее. Что с вашим мужчиной? Мужчина не просто так, ну, совершенно не просто так начал курить с каким-то там смесью и так далее. Ведь он это не делал для чего-то. Что-то его заставляло это делать. И мне бы хотелось отдельно отметить, что то, что заставляло мужчину это делать, никуда не ушло. Объективно оно осталось. Оно как было, так и есть. Просто, может быть, вы этого ранее не замечали, а теперь замечать стали куда больше именно силу того, что на вас это стало куда сильнее влиять. Вот. Но, тем не менее, ситуация такова, что у мужчины есть явная зависимость. И, кстати, отдельным пунктом мне бы хотелось сказать, что у вас есть некоторые, знаете, неточности в том, что вы говорите, то есть лично, например, почему мужчина не может курить смеси все время. Что и что мечтать ему это делать постоянно, например. Почему вы вообще выбрали такого мужа, у которого есть определенные проблемы с, ну, с наркотиками и так далее. То есть, как вы сами для себя это объясняете. И почему вы с этим мирились. И чем обусловлено вот это вот то, что вы с этим мирились. Ну, а далее можно вам сказать только одно, что вы поступили, в принципе, совершенно верно. Вы поступили верно. Уйдя от мужа, потому что дальше действительно было бы только хуже. Но, мне бы хотелось с отдельным пунктом для вас чуть-чуть пояснить такую вещь, что мужчина не изменится. То есть, если он только сам не осознает, что у него проблемы с наркотиками и так далее, то он не изменится, он так и будет себя вести, ну, как бы будучи убежденным в том, что у него все хорошо, что это вы виноваты, например, в том, что ушли от него. Но, совершенно очевидно, что он не заботится ни о вас, совершенно очевидно, что он не заботится о, например, ваших детях, которые все это видят, наблюдают, которые получают травму каждый раз при ночве таких вот сцен и так далее. Все это мужчина не волнует. И, соответственно, действительно, а это в нем говорит, говорит новые, ну, измененные у него, измененные его состояния, состояние от сознания, которое было вызвано приемом наркотических средств. И я могу здесь вам только сказать, что вы поступили правильно, что от него ушли, но не рекомендую вам ожидать такого-либо, знаете, изменения по отношению к вам. Только если человек не осознает, что наркотики ему вредят. И вредят сильно. А дальше, значит, вы спрашиваете, что с ним, и неужели наркотики голову голову свернули. У мужчины, кроме склонности к наркотикам, определенные есть еще некоторые черты. Ну, например, агрессия, например, неуверенность в себе, склонность к тоталитаризму, раз вы говорите, что он поклонник стал ему и так далее. То есть человек приветствует такие вот жесткие методы и культ личности. Кроме того, он считает себя царем. То есть это уже достаточно серьезные изменения сознания. И, ну, не понимать, что, скорее всего, без серьезной помощи, в частности, в помощи психотерапевта или психиатра, так же, нарколога там не обойтись. И действительно человек, можно сказать, усилил свои какие-то, изначально имеющиеся склонности, изначально имеющиеся, ну, проблемы, проблемы. То есть наркотики люди просто так не принимают. Как правило, если человек принимает наркотики, значит, его что-то беспокоит, его что-то глушит, у него есть какой-то конфликт. И совершенно определенно, что, однажды, ну, во-первых, человек отчаялся свой конфликт решить, который у него был. Человек отчаялся, ну, как бы, раз решить то, что у него есть, человек устал быть напряжений. Я, надо, по сути дела, попробовал наркотики. И ему это очень сильно понравилось, и он начал использовать их, как бы, теперь постоянно. Но проблемы от этого никуда не ушли, и еще неизвестно, что это за проблемы были, значит, чем они были обусловлены и так далее. То есть это, знаете, знаете вы. Ну, а вам, вам я рекомендую, вам я рекомендую, знаете, проанализировать свои отношения с мужчиной. Ведь у вас, это, как я понял, не первый мужчина, это, как я понял, либо, ну, как минимум, второй, самый старый ребенок, что у вас еще есть от предыдущего. И, поскольку старые мужчины у вас не получается построить отношения уже, то это можно говорить о вашем неком, таком, деструктивном векторе поведения с мужчиной. И тут нужно уже анализировать в вас, ваше отношение к ним, ваше поведение, ваши цели, стремление, дабы все-таки подкорректировать их для повышения вероятности успешных отношений. А не такого типа, в результате которых страдают и ваши дети, и вы сами. В этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok